Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Григуленко. И мы, коллеги, расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Романтичное хобби советского периода, которое сейчас вышло из моды. Много ли в Самаре заводчиков голубей и что их привлекает в этих птицах? Дмитрий Азаров рассказал о паводковой ситуации в регионе. Губернатор подчеркнул, что улучшение фиксируется ежедневно. За прошедшие сутки вода отступила из целого ряда населенных пунктов. Освободились 11 живых домов, 376 приусадебных участков. Сейчас потоплено 39 частных домов и 525 приусадебных участков. Основная проблема на юге области. Там предпринимали наибольшие усилия, но сегодня режим ЧС уже снят практически везде. Только в одном районе, Большеглушицком, режим ЧС сохранили. Пострадавшим выплачивают из регионального бюджета по 10 тысяч рублей на экстренные нужды на каждого члена семьи. Сотни людей эту помощь уже получили. Также принято решение о выплате частичной компенсации по потере имущества в размере 100 тысяч рублей. По данным Центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии, в потопленных населенных пунктах проживают более 70 владельцев гражданского оружия, которые хранят около 150 единиц гладкоствольного, нарезного и огнестрельного оружия. Специалисты подразделений в ежедневном режиме контролируют обстановку. До всех владельцев доведена информация о том, что для обеспечения сохранности оружия и боеприпасов они могут сдать их в комнаты хранения районов органов внутренних дел. Губернатор Самарской области поблагодарил самарцев за помощь, которую они оказывают жителям пострадавших от паводка районов Оренбуржья. Волонтеры собрали для жителей Орска бутилированную воду, средства гигиены, одежду и детские товары. Орск – среди наиболее пострадавших от половодия городов Оренбургской области. В муниципалитете подтопило почти 7 тысяч домов с приусадебными участками. Эвакуировано более 2400 человек, в том числе 800 детей. Преображение Самары после зимы продолжается. В городе ведут работы в рамках месячника по благоустройству. Специалисты усиливают все виды сезонных работ. Итоги первой недели, а также текущие планы и задачи обсудили на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Подробнее в нашем сюжете. У скейтпарка в Струковском саду с утра в расписании водные процедуры. Под давлением в 500 бар, специальным моющим оборудованием, рампы и перила очищают от граффити и подготавливают к дальнейшей покраске. А вот для мытья тротуаров используется более деликатная насадка, чтобы бережно привести дорожки в порядок. Уборку производят специалисты компании, которая занимается обслуживанием клининговой техники. Они давно сотрудничают с городской администрацией и регулярно принимают участие в месячнике по благоустройству. Как социально ответственные горожане хотят помогать в весеннем преображении Самары. Мы практически каждый год помогаем в этом плане выбирать город и содержать его в порядке. Потому что Самара развивается, за последнее время сделано очень много, то есть город стал намного чище, и мы хотим в этом участвовать и активно помогаем. Волонтерской помощи муниципальные службы всегда рады и готовы оказывать содействие. Предоставлять необходимые инвентарии, расходные материалы, а также закреплять за такими организованными группами территории. Различные организации, компании, коллективы, учреждения особенно любят приводить в порядок парки и скверы в непосредственной близости от своих зданий, поскольку любят гулять в этих общественных зонах. На этой неделе помочь с уборкой в парках уже изъявили желание 750 человек, а всего за месячник традиционно выходят несколько тысяч горожан. Люди хотят, чтобы территория, в которой они проводят свободное время, с семьями, с друзьями, с родными, с близкими, а эта территория была в хорошем состоянии, была ухожена. И свой вклад внести в преображение этой территории, мне кажется, это долг каждого, и люди это чувствуют. О помощи таким волонтерам и о других сезонных работах в рамках месячника по благоустройству говорили на еженедельном рабочем совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Муниципальные службы вновь будут активно сотрудничать со службами ЕБДД и эвакуации автомобилей. Работы будут проводить на улицах, где установлено ограничение на парковку в определенные часы и дни. Это нужно для того, чтобы уборка участков уличной дорожной сети выполнялась по графику, в полном объеме, и специалисты могли очистить как можно больше дорог после зимы. Прежде всего это касается сбора зимних накоплений в приладковой части, где работам нередко мешает высокая запаркованность. А очистка приладка – одно из условий подготовки автодороги к следующим видам актуальных сезонных работ, для которых задействуют поливочно-моечные машины и машины-пылесосы. Для обеспечения уборки будем привлекать службы эвакуации транспортного слеза с ГИБДД для уборки машин, которые нарушают правила и препятствуют приведению дороги на активное состояние. После уборки машин производить работы по досбору зимних накоплений на участке, где припаркованы были машины, и мойки проезжей части. Уже сейчас на тех дорогах, где подготовка завершена, задействована поливочно-моечная техника в количестве 20 машин. А также для обеспыливания работают 12 вакуумных подметательно-уборочных машин. В дальнейшем их количество нарастет до 43 единиц и 26 единиц соответственно. Переоборудование техники завершается, ее обслуживанию уделяется повышенное внимание. Также в ближайшие дни максимум внимания уделят остановочным павильонам. С момента старта месячника по благоустройству в порядок привели почти 20% таких конструкций. На совещании профильным службам, занимающимся содержанием павильонов, поручено нарастить темпы и объемы работ и в части ремонта, и в части мойки. Кроме того, продолжаются другие сезонные работы, например, подбор мусора и грабление газонов. В ближайшее время внести лепту в благоустройство Самары можно будет 10 апреля, когда во всех внутригородских районах пройдет средник, а также 13 апреля, когда состоится Гагаринский субботник. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев, События. Россиянам рассказали, какие фразы не стоит говорить незнакомцам по телефону. Даже простые слова «да» или «подтверждаю» мошенники могут использовать для совершения финансовых махинаций от вашего лица. Записей вашего голоса и набора ключевых фраз часто достаточно, чтобы банк поверил преступнику и провел операцию. Если вы отвечаете на незнакомые номера, то лучше молча выслушать звонящего или же использовать фразу «Алло», а при подозрительном звонке положить трубку. Перезванивать на такой номер ни в коем случае не следует. Чтобы минимизировать риски обмана с использованием вашего голоса, стоит подключить смс-оповещение от банка, а в случае, если мошенническая операция уже проведена, или вы переживаете, что она может состояться после разговора, лучше немедленно связаться с банком. В последнее время в России участились случаи диверсии на железной дороге. Одна из них произошла в Самарской области в марте. Тогда под мостом была найдена взрывчатка. Периодически неизвестные поджигают релейные шкафы. Чтобы не допустить вовлечения подростков в подобные преступления, представители транспортной полиции проводят с ними разъяснительные беседы. Подробнее в нашем сюжете. Сработать на опережение. Неизвестные злоумышленники по телефону периодически предлагают подросткам за вознаграждение совершить преступление на железной дороге. По информации транспортной полиции, в соседнем регионе несовершеннолетний должен был вывести из строя железнодорожное оборудование, поджечь релейные шкафы. Это может привести не только к сбою в движении транспорта и даже жертвам, но и испортить жизнь самому подростку. Чтобы разъяснить последствия подобных действий, сотрудники полиции проводят с детьми профилактические беседы. Детей вовлекали в преступную деятельность, а именно поджигать вот эти релейные шкафы. Это разлад всей работы железной дороги, поэтому надо предостеречь их. Сейчас очень важен стал такой вопрос о том, чтобы не дать вовлечь наше юное поколение в преступную деятельность, а именно в диверсионную деятельность, и не дать им столкнуться с таким явлением, как экстремизм. Детям надо в доступной форме объяснять, что это такое, и чем это опасно, и чем это чревато. Злоумышленники убеждают подростков, что за такой поступок несовершеннолетним ничего не грозит. Это не так. Уголовная ответственность наступает с 14 лет. Сотрудники транспортной полиции разъясняют это во время встреч с детьми в учебных заведениях, в центрах опеки и попечительства и социализации молодежи. Сегодняшнее мероприятие у нас проводится для подопечных детей, детей, которые воспитываются под опекой в приемных семьях, а также дети, которые воспитываются в центре помощи ИВОЛГО. Это достаточно важное мероприятие, поскольку с началом весны, скажем так, возможность правонарушений среди несовершеннолетних увеличивается. Такие мероприятия очень необходимы, поскольку они нацеливают детей на безопасность. Это первое. Второе – на здоровый образ жизни и на позитивное восприятие окружающего мира. Впереди летние каникулы. Многие дети предоставлены сами себе. В это время количество правонарушений со стороны подростков увеличивается. Задача взрослых, родителей, педагогов и полиции – сделать так, чтобы подростки направили энергию в мирное русло и переключили внимание на здоровые увлечения. Андрей Бессонов, Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Короткий световой день, резкие перепады температур, ветер и атмосферные осадки. После зимы все это оставляет негативный отпечаток на нашей коже. Она становится тусклой и обезвоженной. Поможет восстановиться косметология и правильное питание. Подробности расскажет Ксения Баканова. Как же жаль, что вся эта красота – всего лишь результат работы приложения на мобильном телефоне. Однако стать моложе и привлекательнее в реальной жизни все-таки можно. Достаточно обратиться за помощью к косметологу. Здравствуйте, Виктория. Можно к вам на процедуру? Здравствуйте. Присаживайтесь. Светлана – частый гость у косметолога. Впервые на прием пришла 10 лет назад. С тех пор заботу о своей коже доверяет специалисту. Признается, женщине хочется оставаться привлекательной вне зависимости от возраста. Я не делаю уже маски сама, они мне просто не требуются. И у меня нет прыщей. Кожа чистая, ровная. Не буду говорить, сколько мне лет. В моем возрасте каждая женщина обязана это делать. Все-таки чувствовать себя молодой – это очень здорово. Сегодня по плану биоревитализация. Процедура инъекционная, поэтому пациентам с низким болевым порогом проводится обезболивание кожи лица. С этой задачей прекрасно справляется крем на основе лидокаина. После его нанесения нужно подождать 15 минут, чтобы средство подействовало. В одном шприце один либо два миллилитра. Я препарат распределю, куда он больше всего необходим. Вокруг глаз его нельзя делать, потому что это киалуроновая кислота, а у пациентки глаза отекшие. Вещество вводится в глубокие слои дермы. На поверхности сразу образуются папулы – небольшие уплотнения, наполненные гиалуроновой кислотой. В организме человека она выполняет важную функцию – притягивает молекулы воды и удерживает их в тканях. Это способствует выработке белков, отвечающих за молодость кожи, эластина и коллагена. Небольшой вкол чувствую. Лицо онемело, не больно совершенно, я спокойно лежу. После процедуры эффект, как говорится, налицо. Причем в прямом и переносном смысле. Морщинки разглаживаются, кожа становится упругой и подтянутой. По словам специалистов, уходовые кремы проигрывают уколом красоты. Они увлажняют и защищают только верхний слой кожи от вредного воздействия солнца. Большая часть активных компонентов, входящих в их состав, не может проникнуть глубоко. А значит, какого-то яркого эффекта можно не ждать. И только инъекционные процедуры, они воздействуют на дерму, уменьшают возникновение пигментации, увлажняют кожу, разглаживают морщинки и цвет лица становится более здоровый. Вот уходит эта тусклая серость кожи. Сегодня гиалуроновая кислота широко применяется в косметологии. Она безопасна и редко вызывает аллергическую реакцию. Но если все-таки сомневаетесь, попросите врача сделать пробу на запястье. Тут вот прокалывается эколочкой и поверхностно вводится препарат. Вот и пациент уходит и на следующий день приходит. Если все бесследно, кожа чистая, без покраснений, то аллергии нет. После процедуры биоревитализации следует соблюдать ограничения. На 2-3 дня отказаться от использования тонального крема, неделю не посещать сауну и спортзал. Умываться лучше прохладной водой. При этом использовать нейтральные гигиенические средства. Также на здоровье кожи влияет питание, напоминают врачи. Важно внимательно следить за своим рационом. Ежедневное меню должно включать достаточное количество полезных продуктов. Необходимо повышать витамины А, Е и С, так как это и антиоксиданты, и очень хорошо сказывается на состоянии кожи. Можно в свой рацион добавить больше овощей, больше фруктов, которые есть на прилавках. Не совсем только количество могут содержать, но тем не менее. Больше рыбы жирные, там очень много омега-3 жирных кислот и омега-6 жирных кислот. Можно орехов добавить, злаковых, к примеру, тоже большое содержание витаминов. Настоящий эликсир для молодости кожи – это свежий воздух. Пешие прогулки позволяют получить достаточно кислорода. От этого на лице появляется легкий румянец, а человек приобретает отдохнувший вид. Ксения Баканова, Константин Головин, События. Приоткрыли театральный занавес. Артисты Самарского театра витражи рассказали о своих поездках в рамках проекта «Большие гастроли», а также о том, что готовят к показам в ближайшее время. Подробности в сюжете Полины Чурюковой. Артисты Самарского художественного театра витражи сейчас активно готовятся к поездке в Новосибирск. Она пройдет с 11 по 14 апреля в рамках проекта «Большие гастроли». В Сибирь везут детские спектакли «Конек-Горбунок», «Незнайка», «Сказка о царе Салтане». Откроют гастроли постановкой о Великой Отечественной войне за Родину. Это наш очень давний спектакль, но он не теряет своей актуальности, в настоящее время, наоборот, набирает актуальность. Его можно смотреть детям любого возраста. Мы, как бы, вот этих вот еще совсем юных зрителей и уже таких уже постарше, мы окунаем в это наше историческое прошлое нашей страны и считаем, что это очень важно в наше время. В феврале «Самарская труппа» вернулась из Луганска. За три дня показали два спектакля для детей и два для взрослых. Актеры признаются, с луганским коллективом завязалась дружба. Очень театральный зритель в Луганске, очень. То есть спектакли и утренние, и вечерние, они были битком. То есть люди хотят, людям интересно, людям важно посмотреть, кто мы такие, что мы привезли. И сама труппа театра. Очень позитивные люди, очень тепло нас встретили. Мы с удовольствием примем их у себя. Что поразительно и удивительно, что зритель оказался максимально радушен. То есть вот на это время, которое шел спектакль, как будто все уходило. Был другой мир, люди очень ярко реагировали на все. Часть труппы театра «Витражи» ведет активную подготовку к премьере по повести Пушкина «Метель». Постановка приурочена к юбилею поэта. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. Музыка объединяет. В Самаре в Доме дружбы народов прошел концерт «Мы вместе». Его посвятили Дню Победы в Великой Отечественной войне. Со сцены прозвучали песни о любви к матери, о родине, храбрости и подвигах, тоске и надежде. Их исполнили артисты на разных языках. Подробности расскажет Ксения Баканова. Любовь к музыке Максим Трифонов питает с детства. Признается, готов петь всегда и везде. Но концерты случаются не так часто, как хотелось бы. На них артист отдается публике на все сто. В репертуаре Максима – песни о любви к родине, семье и дружбе. Наверное, с самого детства я этим горю, я это дело никогда не оставлю. Мне сейчас будет немножечко стыдно. Я не знаю свои языки, я не могу на них разговаривать. Но мне очень легко запоминаются слова. То есть, допустим, я сам Ардвин Чувашин, если мне песня понравилась, она для меня легко запоминается. Произношение в любом случае я где-то когда-то слышал, то есть это получается. Татьяна Кудапина помнит, как Максим Трифонов, еще будучи пятилетним мальчиком, рвался на сцену. Тогда женщина и не подозревала, что рядом растет будущая звезда. Сейчас радуется успехам Максима и не пропускает ни одного его выступления. Песни про бабушек, про мам, про деревню, все это наше исконное, все это родное, затрагивает душу, понимаете. Где-то слезы наворачиваются, где-то хочется танцевать, где-то хочется петь вместе с ним. Патриотический концерт «Мы вместе», который прошел в Самаре в Доме дружбы народов, был посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне. Вспоминали не только тех, кто погиб на полях сражений, но и солдат, которые сейчас служат в зоне специальной военной операции. Вот в такой сегодняшней ситуации мы не подым духом, мы продолжаем жить и делаем все для того, чтобы между нами был мир, между нами было согласие. И смотрели в будущее спокойно и с убеждением, что вот мы в России, вот наш дом, и здесь будет все хорошо. В этот вечер не забыли и о народных традициях. Заслуженная артистка России Людмила Дюдяева – уроженка Мордовии. В Самару переехала, когда познакомилась с волжанином и вышла за него замуж. Сегодня Людмила исполнила песню про баню. Уверена, для русского человека это не просто место, где можно помыться, скорее некий символ чистоты русской души. Про удаль нашу, и что разгулялась Волга, матушка река, и что у нас все любят и петь, и родину свою любят. В зале были представители разных национальностей. Многие из них собирают гуманитарную помощь для бойцов, участвующих в СВО. Продукты питания, маскировочные сети и теплую одежду. Я вам всем желаю доброго здоровья, мирного неба, счастья, любите и будьте любимы. Любойки кейфи, которые нам строить и жить помогают. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Любовь и голуби. У заводчика из Самары Сергея Прокофьева живут более 250 птиц. Интерес к голубям у него возник еще в детстве. Почему Николаевская, самая красивая порода голубей, и что вдохновляет заводчиков пернатых? В сюжете Виктории Шарой. Любовь к голубям у Сергея Прокофьева возникла, когда ему было лет 6. Птиц держал сосед. И хотя жили они в частном доме, родители мальчика завести пернатых отказались. А когда Сергей вырос, купил свой дом и завел голубятню. Вот я занимаюсь больше полувека ими, да? И я знаю еще не все. Информацию черпать, в общем, это довольно-таки сложно. Ну и интересно. Потому что если распыляться, это сюда, туда, сюда, на мой взгляд, ничего не достигнет. С любимыми не расставайтесь. Сергей Прокофьев придерживается этого убеждения. Поэтому даже когда служил в армии, уговорил руководство разрешить ему завести голубятню. Я там поговорил с начальником штаба, он говорит, ну заведи. А потом, когда я завел, все там благоустроил, они детей своих привозили ко мне посмотреть голубей. Сколько сейчас в коллекции голубей, Сергей и сам не знает. Предполагает, что не менее 250. И хотя все они с виду разные, белые, сизые, с красными, коричневыми и черными крыльями, это одна порода Николаевская. Еще в советские годы Сергей привозил птиц из Одессы. С тех пор, каких только видов голубей у него не было. Но Николаевская так и осталась любимой породой. У меня были гривуны пермские, то есть я видел весь Урал, а объехал за этими пермскими гривунами. Но предпочтение я всю жизнь отдавал этой породе, Николаевской породе голубей. На мой взгляд, это самое лучшее, что выведено в летном голубеводстве. В них сочетается все. Они, на мой взгляд, ближе всех к совершенству. То есть вы, когда смотрите на голубей, у вас просыпается поред? Ну, он не умирает. Сергей старается, чтобы птицы получали сбалансированную пищу. Использует около 13 видов круп, таких как горох, кукуруза, сорга, пшеница. За день питомцы съедают ведро злаковых. Недешевое хобби, вздыхает заводчик. Но кто считает деньги, когда речь идет о любви? На свадьбах молодожены часто выпускают голубей, потому что голубь – это символ любви. Говорят, что с голубем, как и в любви. Выпусти его, и если он к тебе вернется, значит, он тебе действительно принадлежал. О, не улетает. Отпускаем? Сейчас держать голубей немодно, вздыхает Сергей. Знакомых заводчиков по пальцам можно пересчитать. И все они люди среднего возраста. Молодежь предпочитает гаджеты, не понимая, какое это счастье, когда в твоих руках бьется живое сердце. Виктория Шара и Николай Епифанов. Телеканал «Самара ГИС» снова попал в топ-20 престижного федерального рейтинга «Нью-Медиа» сразу по двум показателям. По суточному охвату «Сторис» в «Телеграм», впервые по суммарному охвату в «Телеграм» за март. Общее количество просмотров, которые набрали публикации канала за выбранный период. Рейтинг основан на анализе 48 российских «Телеграм-каналов» с двумя четырьмя тысячами подписчиков. Далее вас ждет обзор «Телеграм-каналов» городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Минобороны России продолжается выдача электронных удостоверений ветерана боевых действий «Свои», сообщает «Телеграм-канал» администрации города «Вести с Дворянской». Это новый электронный документ, который совмещает в себе возможности удостоверения ветерана боевых действий с социальной и банковской карт. При этом имеет максимально удобный формат – пластиковые карточки. Электронные удостоверения аккумулируют в себе весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволяют в безизъявительном порядке получать федеральные и региональные выплаты и выплаты по линии Минобороны России, а также специальные привилегии банков и скидки их партнеров. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает медицинским работникам, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки государство предоставляет ежемесячную компенсацию за частный детский сад. Она составляет 50% от ежемесячной оплаты. Компенсация положена участковым врачам и медсестрам, а также врачам общей практики, работающим в государственных учреждениях Самары, чьи дети в возрасте от 1,5 до 6,5 лет посещают частный детский сад. Администрация железнодорожного района публикует так называемый «виш-лист» – список приятных дел, которыми можно заняться в апреле, чтобы поднять настроение. Например, устроить пикник на свежем воздухе, пересадить горшечные цветы, покормить уточек, сделать поделку, украсить сад, купить букет сюльпанов или нарциссов, а вместе с ними и новую вазу. Иногда стоит на несколько минут отвлечься от рутинных трудовых будней и насладиться солнцем. На этом выпуск завершен. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok